Друзья, приветствую! Я хочу сейчас с вами поговорить о винирах, которые мы делаем в Турции. Виниры у нас называются люминиры. Может быть, слышали такое название. Других винир у нас нет. Мы не делаем виниры из циркония, толстые, мутные, не совсем особо крепкие. Либо, если сделать из циркония, либо из металлокерамики, что еще до сих пор в России делают. Если тонко сделать из этих материалов, виниры долго не прослужат. И они, во-первых, отклеиваются. Во-вторых, они не могут по крепости прослужить долго. Есть материал такой, как десиликат лития. Это стеклокерамика. Мы ее называем фарфор. По сути, материал это кремний. Он в два раза крепче, чем наша зубная эмаль. И его можно сделать максимально сверхтонким. То есть, это тонкая пластинка, люминир. Тончайшая, 0,3 мм. Схожая примерно такая толщина у линзы глазной. Очень тонкая пластинка. И она наклеивается сверху на зуб для того, чтобы выровнять. Все зубы сделают одного цвета, одной формы. Не подпиливаются зубы вообще. И клеятся они для, во-первых, защиты и эстетики на ровные зубы. Если какие-то части выпирают, придется эти части отпилить. Если один зуб длиннее, ну, чтобы все сделать одинаково, либо мы все остальные зубы делаем длиннее под этот зуб. Если это слишком длинно, его надо будет подпилить, чтобы сделать эстетично, так как надо еще, чтобы зубы смыкались. Вот, поэтому люминиры из фарфора, они тонкие, прочные. На них гарантия 20 лет, но они прослужат вам и всю жизнь, если ваш собственный зуб не будет разрушаться. Сам зуб, да, он может разрушиться у вас через год. Ну, и тогда его не спасет наклейка на зубе, правильно? Если ваши передние зубы проживут 100 лет, то, соответственно, и винир этот проживет столько же. Он не отваливается. Он очень крепкий. Его практически невозможно сломать, если только вы не будете колоть орехи. И благодаря этому вы бы и свой могли зубы сломать. Ну, то есть, все, что может сломать ваш зуб, там, упали на пенек зубами вперед, там, я не знаю, выбили вам зуб и так далее, то, естественно, и винир сломается. Но он все равно будет защищать, так как крепче в два раза нашего зуба. И смотрите, если винир делать, как в России, из металлокерамики, либо из циркония, как в России делают, ну, из силиката лития тоже делают, но они очень дорогие, то эти зубы, они, как сказать, будут виниры, будут толстые. Материал металлокерамики и циркония не настолько прочный, как десиликат лития, и эти материалы будут мутные и толстые. Ну, и ваши зубы, чтобы были нормальные, надо сильно подпиливать под эти виниры. Если не подпиливать, то накладки вот эти вот из винир, да, ваши зубы вперед увеличат, утолщат. Соответственно, это немного искусственно смотрится, либо придется спиливать, либо будут толстые. Поэтому мы виниры не делаем из керамики и из циркония, только из десиликата лития, потому что это настолько тонкая пластинка, что даже без подпиливания ваши зубы не будут выпирать, они не будут утолщаться, они будут смотреться натурально. Плюс гарантия, что этот материал, он не отвалится, он останется на зубах. Если ваш зуб сам по себе, там, через год, два, три, пять лет разрушится, ну, естественно, здесь, как бы, ваш винир тоже разрушится, и нужно будет делать коронку. Все будет зависеть уже не от люминира, а от состояния ваших зубов и скорости их разрушения. Дальше, что еще я хочу сказать про винир. Нельзя винир делать, если ваш зуб лечился, потому что врачи не хотят давать гарантию 20 лет. Если ваш зуб лечился, в любом случае ему жить максимум лет пять, может и десять. Вот, зависит, как ваши зубы вообще по природе у вас будут разрушаться. Если он уже у вас разрушался, то этот процесс постоянный, и зуб будет разрушаться в любом случае. Если у вас уже зуб опиливался, делались пломбы, делались коронки, нельзя люминир поставить, понимаете? Во-первых, люминир – это прозрачная стеклокерамика. И на ваш белый зуб, если поставить люминир, будет один цвет. Если поставить на зуб, который лечился, там уже есть материал другой. Цвет этого зуба будет отличаться от других здоровых зубов. Ну, то есть одинаково не получится даже цвет сделать. В России многие говорят, мы поставим виниры на больные зубы, потому что они используют металлокерамику, либо цирконий. Делают такие половинчатые, получается, полукоронки, да, полукоронки, которые они называют винирами. Мы такое не делаем, потому что это ненадолго. Если ваш зуб уже разрушался, ставьте коронку, и тогда ваш зуб будет защищен. Но если он уже был еще раз, повторюсь, да, разрушен, мы просто очень долго, я это объясняю, по кругу много раз пациентов, да, они мне каждый раз все равно одно и то же задают вопрос, ну, почему, типа, в России делают, а у нас нет. Нашим врачам невыгодно, чтобы вы к ним постоянно ходили и переделывали, потому что они дают гарантии, да, и придется им переделать вам все время бесплатно. Переделывать придется часто. То есть вы будете заложником стоматологов. Если вы этот зуб, который уже разрушался, вы лечили под пломбу, не поставите под коронку, да, он продолжает разрушаться дальше. Под коронку он будет защищен максимально надолго, пока он не сгниет изнутри. Не у всех гниют зубы изнутри, у кого-то с поверхности начинается, у кого-то наоборот изнутри. Изнутри это стресс, это неправильная еда, это курение, это алкоголь, в общем, прием препаратов каких-то, болезней, которые вымывают этот ваш кальций из зубов, делают зуб больным. Поэтому, ребят, еще раз, иллюминиры только на здоровые зубы. Других вариантов мы делать не будем. Если у вас зуб лечился, то коронку, только коронку. Тогда мы ваш зуб максимально надолго спасем. Если мы на больной зуб приклеим винир, то он будет отличаться от других зубов, на которых этот винир приклеен, потому что там был другой материал, да, это я резюмирую. Плюс это ненадолго, он у вас очень быстро отвалится. Дальше вопрос такой. Если у меня все зубы передние здоровые, но один, допустим, вот этот или вот здесь вот уже был пролечен, мне что теперь, все спиливать и делать все коронки? Нет, мы можем скомбинировать. Мы можем сделать виниры, 20 штук на видимую часть, 5, да, сюда, 5, сюда, 5 и 5. Вот. И один зуб сделать коронку Е-Макс. Это что значит? Мы делаем коронку из циркония и сверху покрываем эту коронку материалом из винир, ну, то есть диссиликатом лития, как раз-таки на цирконе сверху накладываем материал, чтобы у вас все зубы были максимально одинаковые. Но все равно, если прям сильно-сильно присматриваться, немножко оттенок, глубина вот мутности, вот этой вот укрывистости, я не знаю, как правильно сказать, чуть-чуть может отличаться, потому что на вашем собственном зубе, представьте, прозрачная такая пластинка, у вас просвечивается ваш зуб, будет один свет, а там, где у вас была коронка, мы эту коронку попробуем под цвет ваших зубов сделать и сверху наложить вот этот материал, да, будет, может быть, не факт, может быть. Я почему-то говорю, потому что я как раз-таки делала комбинацию, и мне 5 раз переделывали заново зубы, пытались подобрать, и то все равно чуть-чуть где-то на пару зубов, где не винир, а коронка, люминир ЕМАКС у меня стоит, то есть как бы получается коронка, и на ней вот этот вот десиликат лития, материал из винира, чуть-чуть отличается, но я уже думаю, ладно, фиг с ним, оно незаметно, это мне видно, если я вот прям буду так сильно просматривать, там в зеркале очень долго с лупой, ну я об этом знаю, вот на самом деле люди не заметят разницы, вот, чуть-чуть мутность, она будет другая, потому что один зуб здесь просвечивается, здесь другой. Врачи максимально, конечно, попытаются сначала сделать коронку из циркония под ваш зуб цвет, да, и уже покрыть десиликатом лития этот цирконий, как и ваш винир, чтобы, блин, максимально это все было одинаково. Цена на люминир, винир, и цена на Емакс коронку, она одинаковая, в среднем пока что цену держим около 200-250 евро, это очень дешево. Я вам пост писала, такая коронка должна стоить в России минимум 1000 евро, одна штука, почему? Я объясняла в посте. Вот, здесь у нас изготавливаются прямые поставки, там, с Европы, с Турции, нормально все, никаких санкций нету, у них как-то это налажено, что у них дешевле есть возможность это все сделать. Вот, для России при просчете мы просчитывали, не меньше 1000 евро должен стоить такой иллюминир, мы пока держим цену 250, причем коронка это будет либо люминир, цену одинаковую оставляем, 200-250 это пока что, к осени скорее всего подорожает, ну к зиме 100%, на следующий год тем более, да, кто сейчас просчитывает и приедет после Нового года, да, цена может быть выше. Поэтому еще раз, блин, хочется повторять одно и то же, чтобы вы до конца понимали, мы не делаем коронки из металлокерамики, 20 лет нету этого материала, мы не делаем коронки, вернее не коронки, мы не делаем виниры из металлокерамики тоже, и не делаем из циркония виниры, как в России, в России делают, но на них нет гарантии надолго, они быстро отваливаются, вы можете кушать, и у вас просто отвалится винир, либо у вас начинают зубы быстро рассыпаться, представьте, у вас был леченый зуб, и потом этот винир, он покрывается вот сверху, и чуть-чуть загибается, вот капитусечку вот так вот, он отвалится от больного зуба, потому что больной зуб, он уже не живой, ну то есть внизу там может быть, да, ваш цельный корень живой, но сверху материал, у вас уже здесь была либо пломба, либо коронка, и этот материал не может служить вечно, он рассыпается, и здесь только одна, ну как, одна картина, наши стоматологи видят так, что только защитить под коронкой, да, будет опиливаться вокруг, но он уже у вас был и так залечен, там и так уже был материал, в любом случае, мы лучше его опилим, и сохраним, нафиг знает сколько лет, вот, чем ставить на больной зуб эту коронку, плюс еще, люминир из десиликата лития, на больной зуб невозможно поставить, это и в России не сделают, они поэтому и предлагают, давайте цирконевую, это толстый, мутный, некрасивый материал, и давайте из металлокерамики, он еще и опасный, потому что слюна с металлами, все время разрушает вам зубы, чернеет, десна, отходит вверх, рецессии появляются, то есть металлокерамика, это не только неэстетично, это еще и хреново для здоровья, понимаете, вот, поэтому, ребята, подумайте множество раз, перед тем, как делать виниры в России, из металлокерамики, это будет толсто, это будет некрасиво, это будет мутно, и под металлокерамику, и под цирконий виниры, все равно надо опиливать зуб, да, с одной стороны вы будете пилить, но пилить все равно придется, уже не, ну, нет разницы получается, пилить его вокруг, или с одной стороны, он все равно уже опилин, понимаете, вот, тут либо вы его вообще не пилите, либо уж пилить его вокруг, и защищайте надолго, что еще могу здесь сказать, если по винирам есть вопросы, обязательно под видео пишите, я всегда в группе отвечаю, так, вроде все ответила, по поводу винир, что это будет только люминиры, я знаю, что врачи с России со мной не согласны, и как придумали в Турции, но Турция по зубам, ну, а Россию минимум лет на 20 опережает, здесь лечение зубов у турков, да, это как поход к парикмахеру, естественный, то есть клиники, они как аптеки, везде, в каждом доме, и они уже давно здесь делают протезы, там, несъемные, у нас до сих пор пытаются съемные сделать с этими крючками, здесь такого даже, я не знаю, они бабушкам не делают такого, потому что это все окисляется, это больно, это опухает, это мешает, это все время надо быть, импланты можно сделать даже людям, у которых нет кости, нарастите даже 90 лет, если вам ничего такого прям супер, здесь невозможного нет, в России это невозможно, в России только вот давайте съемный протез, ну все, я думаю, на этом хватит, я жду вас на просчеты. этом. Продолжение следует...